Привет! Ну что ж, Новый год прошел, все много ели, все наели лишних жиров, даже если не хотели. Я вещаю из нового зала, спортфэмили улица Богдановича, город Минск. Я сюда недавно перешел, все очень нравится, пожалуй, кроме музыки. Сегодня я вам покажу одно, ну я считаю, самое идеальное упражнение для тренировки пресса, которая очень хорошо подходит для домашних условий, то есть хоть я и в зале, но в принципе можете представить, что я дома, потому что я буду использовать простейшее оборудование, которое вы можете себе позволить у себя дома. Одно универсальное упражнение на всю переднюю мышцу живота, так называемые кубики и нижняя часть, передняя мышца живота и верхняя часть, универсальное упражнение с уровнями осложнения. Итак, операция, идеальный пресс, и я в ней тоже буду участвовать. Есть срок до лета, как говорится, как всегда, до лета нужен идеальный пресс, правда у меня этот срок будет короче, но вам разрешено до лета. Итак, прежде чем я начну говорить об идеальном упражнении, его показывать, на мой взгляд, одно единственное, универсальное, я не спорю, что есть много хороших упражнений на пресс, но я рекомендую именно то, что покажу. Есть три главные фактора, с помощью которых вы можете добиться идеального пресса. Ну, не идеального, а хорошего пресса. Первое, самое тяжелое, самое основное, это диета. Как ни крути, никогда у вас не получится, ни с помощью каких-то поясов, упражнений, массажа и так далее, без диеты сделать кубики пресса. Почему? Потому что жир подкожный всегда будет закрывать ваши кубики, сколько вы их не качаете, сколько вы не пытаетесь упражнений выполнять по часу в день на пресс, не поможет. Первое, это диета. Самое первое, самое главное, самое основное. Наверное, к сожалению для многих, но я бы сказал для радости моей и других, потому что в итоге не у всех может быть идеальная пресса. Так бы на халяву не был бы у всех, и ценность кубиков пресса была бы не такая высокая. Но вы возьмитесь за диету, питайтесь правильно, длительное время, вопреки всем, вопреки тому, что будут люди говорить, что у вас не получится, и пошите на кухне, в том числе, в первую очередь, чтобы у вас были кубики пресса, тогда жир уйдет, и ваши кубики будут видны, талия будет узкая и идеальная. Второй пункт, тоже очень важный, для того, чтобы получить классный пресс, это активность физическая. Для того, чтобы сжигать калории, нужно не только не доедать калории, но и хорошенько их тратить. Различными видами активности, силовые тренировки в зале, бег на улице, футбол, баскетбол, ну, я имел в виду просто бег, лыжи, вот сейчас снег выпал, лыжи, пожалуйста, какая угодно активность, энергозатраты. И здесь вам больше всего помогут, опять же, не сами упражнения, на пресс, чтобы убрать жир в талии, в том числе и с передней мышцы живота, но в основном кардиоработка, не обязательно там на дорожках, на эллипсоидах, нет, я повторюсь, любая кардиоработа на улице, простой бег или быстрая ходьба, как можно больше вот такой кардиоработы, и тогда с учетом того, чтобы будете поддерживать диету, жир с живота у вас будет уходить. Ну и третий пункт, собственно, сами кубики, их тоже нужно накачать, они, как и каждая, любая другая мышца тела, обязаны быть накачаны, чтобы после того, как на диете и на кардио, или на беге, вы просушите свой жир, и ваши кубики пресса должны более-менее выделяться, то есть они должны быть накачаны. А для того, чтобы их накачать, вам нужно, по моему мнению, всего одно упражнение, их может быть больше, но как минимум одно упражнение, 10 минут в день, 3 раза в неделю по 10 минут, по 3 подхода, упражнение, которое я вам покажу. Все 3 подхода делаются до отказа. Упражнение следующее, многие его знают. Первый вариант этого упражнения, когда мы складываемся, руки за головой, ноги вытянуты, ноги складываем, сгибаем. Нужно выполнять упражнение медленно, и романтиксировать. Хорошо, когда количество повторений не превышает у вас 15, ну ладно, максимум 20. Тогда ваши кубики будут качаться именно, а не то, что вы будете работать на выносливость пресса. Понимаете, я же говорил, как и любая другая мышечная группа, кубики пресса нужно прокачивать, чтобы они росли. Это значит, должно быть тяжело и не очень много повторений. Напомню, до 20, а лучше до 15. Если вы освоили 3 подхода на максимум такого упражнения, как я вам показал, более 15 повторов вам легко, вы должны осложнить упражнение. Ноги прямые, руки вытягиваем кверху, и одновременно, особенно вниз, медленно и вверх, в принципе, тоже будем намедленно складываем тело. Не обязательно руками доставать торговку. Хотя бы нужно поднять ноги перпендикулярно полу и руки перпендикулярно полу. Выполняйте упражнение медленно. Со временем вам станет это упражнение тоже легким. Тогда купите в магазине утяжелители. Для дома это не такое уж сложное оборудование. Утяжелители на ноги. Вы должны утяжелить как нижнюю часть тела, так и верхнюю. А для верхней части тела гантельки или любой другой груз, который вам сподручен в применении дома. Первый вариант более легкий с утяжелением. Гантели на плечах, ноги сгибаются. И выполняем медленно, как всегда. Плечи и пятки не кладем на пол, все время на весу. И складываемся. Разложились и складываемся. Складываться столько, сколько у вас получается. Ну то есть сокращаться. Ну так сколько вы можете, столько и сокращайтесь. По максимуму и вверху делайте паузу фиксацию. И самый сложный вариант в конце концов. Когда вы будете больше 15 повторов выполнять то, что я вам показал. Самый сложный. Руки с гантелями вытянувые, ноги тоже. И до перпендикуляра к полу. Выполнять медленно упражнение. Самая важная часть амплитуды вверху. Где-то вот от сих и вот до сих. Самая важная часть амплитуды. Три таких подхода на максимум. Запомните, как только вам становится легко, вы все время отягощаете ноги и руки. Эти утяжелители, по-моему, по два с половиной. Если они со временем становятся легче, можно по два утяжелителя. Потом в руки гантели покрупнее. И так все время осложнять упражнение. Три сета. Между ними две минуты отдыха. Не сокращайте минуты отдыха. Ваш пресс должен расти, как и другие мышцы. Поэтому нужно больше минут отдыха. Это не тот случай, когда вы работаете пресс на выносливость, там бомбите. Вы делаете суперсеты. Именно на толщину кубиков пресса. Для того, чтобы они были идеальными. Когда просушите вы на диете, свои жиры. Ну, как-то так. Что я не сказал. А, трех сетов таких достаточно. За один день. И тренировать нужно три раза в день. То есть в неделю или два раза в неделю. Пресс по три сета на максимум. Итого занимается один раз, это минут 10. Если два раза в неделю тренируете, 20 минут. Три раза в неделю, 30 минут у вас на пресс. На все про все. И больше пресс не нужно качать. Поверьте, его накачать довольно легко. Основное, напомню, это диета. Поменьше кушать. И очень правильно кушать. И, конечно же, кардио и бег. Все. Пока. Ждем. Идеальный пресс от Шреддера. И от всех моих подписчиков тоже. Клепли.